Дорогие друзья, братья и сестры! В этот понедельник, 15 февраля, наша с вами Церковь совершает замечательный праздник «Сретение Господне». «Сретение» — слово славянское, переводится как «встреча». И вот эта встреча, встреча Бога-человека, который пришел в мир, встреча Его в храме, в храме Господнем, праведным Симеоном, наводит и нас на мысли, что каждый из нас в свое время и не единожды, а часто встречается в этой жизни с Богом. А как Он встречается? Не напрямую, а Господь через всякие символы, через людей, через обстоятельства, через жизненные испытания, через болезни, всячески старается приблизиться к нам. А почему так? А почему часто это бывает через болезни? А потому что об этом еще говорит наша русская пословица «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Действительно, ведь чаще всего мы обращаемся к Богу, когда нам трудно в этой жизни. Как ребенок, когда ему хорошо, он играет и не замечает маму, папу. И даже часто не слышат, когда его зовут покушать. А вот когда ему больно, он начинает звать, кричать, и они приходят на помощь. Бог есть любовь, и Он всегда приходит к нам на помощь. И то или иное жизненное обстоятельство попускается Богом часто для того, чтобы встряхнуть, взбодрить. Еще есть такой пример, что Господь часто ставит нам под ножку, когда мы разбежались. И мы падаем, и разбиваем колени, и вроде бы сетуем. Почему? Почему Господь попустил эту под ножку, а впереди бывает что? Обрыв. И часто человек не успевает предупредить, нет времени. И вот всякого рода жизненные обстоятельства, это часто бывает встреча с Богом. Кого-то хоронят, человек проходит мимо храма, сейчас много всяких проповедей, у нас целые каналы церковные, в интернете многое. И все это говорит о Боге, о вечности, это есть встреча человека, это такие короткие встречи, которые нас наталкивают на мысль о настоящей уже встрече с вечностью, с большой буквой, с Господом. Когда наша душа, наше «я» покинет человеческую природу и поднимется от этой грешной земли. И тогда эта встреча заставит нас давать ответ. Не просто за свои дела и за свои слова, но и за свои поступки, за свои мысли, за свои сердечные расположения. И вот этот праздник заставляет нас задуматься, задуматься и измениться, чтобы вот эти встречи с Богом давали положительный результат, чтобы мы были хорошими учениками, чтобы пытались вот эти мысли о Боге воплотить в жизнь. Это значит делать больше добрых дел, рождать больше добрых слов, мыслей, сердечных желаний и заботиться о тех людях, которые живут рядом с нами. С праздником всех вас!